Говоря о шеструнной гитаре, согласны ли вы такой терминологии? Испанская гитара? Нету такой терминологии, например, итальянская астерика или австрийская победня? Это не надо говорить испанская. Я считаю, что есть классическая гитара, есть ламенко, есть какие-то еще, например, есть еще и гавайская гитара, и джанговая гитара. Но вот именно классическая, она должна быть отдельно, потому что это инструмент высокой культура, который дала жизнь всем остальным. Классика дала жизнь всем остальным. Классика дала жизнь всем остальным инструментом. А как же ты его классика не скажешь без другой бездорожной мышцы? Нет, ну если мы будем говорить о веках до нашей эры или там еще какие-то первые века, конечно, тогда же не было таких полукучеков, но есть инструменты, которые, музыканты, которые получали это хорошее образование. И пара, причем там было изучение всех приемов, звукоизвлечения, флейта, арта. Это самые такие вот древние, да? Подождите, подождите, это века, да, наше эры. И Платон, и Геродок, и Демокрит. Они все говорили, что такое музыка, и что такое звук, и как музыка действует на человека. А как же? Это уже слой изучения. Дальше. Идем, посмотрим дальше. А дальше появляется лютня, гитара, появляется виола, появляется виуэла. И все это вместе начинает развиваться. Каждый развивается так, как ему удобно. Иду, удобно играть. Но это же не просто на ворбеке. Обязательно пишутся пьесы, обязательно пишутся какие-то упражнения. Если в шестнадцатом веке Бакфарк писал трех, четырех, пяти, шести голосные фуги, простите меня, безграмотный человек не может написать такие произведения. А возьмите Турбадур. Это были самые образованные люди. У нас там Турбадур, они там бегают везде, страны, страны, показывают опыт. Это были самые образованные люди. Это были джентльмены, которые знали, как обращаться с женщиной, как петь. Когда что петь? Они прекрасно понимали теорию музыки. Они прекрасно понимали всю нотную литературу. И еще они изучали математику, актриману, геометрию. Каминусю изложения баллад. А это значит умение играть, и петь, и еще их складывать. Их, иди. Играем у меня образование. А сейчас выходит безголосый, не зная, как играть. Три аккорда, даже не такая передача, три аккорда. Кошмар. Выходит человек с гитарой. Олег, какие-то непогрепные стежки. И ты этого молитвона сделаешь. И считаешь, что он будет так. Какой музыкант. Если бы это было лет 50, надо сказать, самодеятельно. Да, у нас была самодеятельно. Профессионал. А сейчас как будто исток станет профессионалом. Это не культура. Вот сейчас открываешь и вот эти передачи с 80-го года как компеллер. Мне, например, это неприятно смотреть. Когда мужчина или женщина ходит почти голую на сцену, человек чугарат. И весь зал загипометизированный стоит. И чего-то там был. Какой же это исток. Они не слова-то не понимают, что там было. А он иногда и гитару разобьет в королево. А это что? Это искусство? Это не искусство. Это то, что мы придумываем. И не дай бог, если это будет дальше продолжаться, то у нас получится, что все будут слушать это. Но мы, кто знает культуру музыкально, слушать это не будут. На этом воспитываются молодежь. Вот о чем мы говорим. Сейчас похватили. Конечно, у нас тут собрали было насчет образования, насчет культуры. Потому что это же нельзя оставлять. Нельзя. Поэтому мы сейчас боремся, чтобы гитару обвелить и сделать именно классическую гитару, чтобы показать, что она может. Что этот инструмент очень схож с партодианой. То есть другими струнами, как скрипка, галанчей, халь, арта. Вот это. У них не терялся эта традиция. А у нас тут хотели бы была традиция с середины 19-го лета. И если бы не Иванов Кравко, то все еще не точно. То есть погибло. И вот так вот это ингредиенты, собственно, с оборудованием. Каковы ваши прогнозы? О том же целом. Вы знаете, я владею на хорошее промоку. Потому что если человек работает, если человек любит свою специальность, если человек с удовольствием занимается своим делом, всегда в стране все налаживается и будет повторять. Какой бутылке тоже. То есть как раз битро, он у нас в своем делу. Иногда если человек не занимается своим делом, делает плохо, его вообще ничего не делает, занимает место. А такого не должно быть. А если просто человек не может себя покормить? Потому что у нас, значит, про кормить, значит, надо было учиться. Надо учиться. Ну, преподаватель в музыкальной школе, получается, у нас тогда не мало. Если есть дети, если есть семья, не дай бог, что я знаю, как они работают. Вот, понимаете, иногда человек не понимает. Вот сейчас, иногда, кастинг. Вот прибегают на кастинг с девчонки, которые думают, что они могут петь. И там приходят тысячи. А выбежали одного. В конце концов, да? Но, предположим, выбирают для конкурса пятьсот человек. И все равно, потому что это сужается, остается самое-самое. Вот так должно быть. А эти, они... Кто-то начинает понимать, а ходят как надо. А я подумаю, что я самую лучшую. Иногда они не делают оценку вот себе. Я иногда говорю, что надо себя знать, для того, чтобы играть хорошо на детали. Надо себя знать, а сможешь ли ты дальше всю жизнь заниматься этим. А человек должен знать себя. А человек должен знать себя. Если он молодой... Подождите, а вот это должно быть в школе. В школе. Там обязательно сразу понятно. Ага, ты как-то вот сюда приходит иногда первый класс. Я иногда спрашиваю, что отец, ты хочешь здесь? Иногда кто-то молчит или там все. А вдруг один мальчик, кто там где-то здесь живет, он говорит, а я хочу пути к ним. Ну, прошло время. Он все время чего-то там пишет, он все время дал. И потом он отучился и пошел в университет. То есть, я не могу, какие-то вот сразу... Надо не таких побросить, не могу. Остальные потихонечку что-то найдут. А если вот так вот разбрасываться по всем предметам, вот так вот, и одинаково должны учиться. Я говорю, я отлично тут не люблю. Не бывает такой. А где-то я помню. А где-то я помню. Редактор субтитров. Корректор субтитров А..Кулакова Корректор субтитров А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...